Приветствую вас! Вы на канале Халялирум. Сегодня мы будем с вами готовить квашеную капусту по двум рецептам. Сделаем квашеную капусту с хреном и квашеную капусту с клюквой. Хрен, он придает хорошую остроту, и поэтому квашеную капусту с хреном будут кушать взрослые, а квашеную капусту с клюквой мы можем давать и деткам. С этого большого кочана сейчас сниму несколько лепестков, и дальше вы увидите, для чего они нам понадобятся. Нашинкуйте мелко капусту. Для этого можно взять нож, а можно на специальной шинковке. Мне больше нравится вариант с ножом. Хорошенько промоем морковь и хрен и почистим от кожуры. Подготовили наши овощи. Сейчас морковь натрем на крупной терке. И пересыпем ее в глубокую миску. Хрен натираем на мелкой терке. В капусту добавим столовую ложку соли и хорошенько ее помнем. Капусту нужно хорошо обмять, так чтобы она пустила сок, но при этом стараться минимально повредить структуру волокон. Тогда капуста у нас получится крепкая и хрустящая. И еще очень важное дополнение. Никогда не мните капусту вместе с морковью. Морковь следует добавлять после того, как капуста пустила сок. На данном этапе у меня была сушеная клюква. Мы ее тоже добавляем в тазик и аккуратно все перемешиваем. Если капуста получается очень кислой, мы можем добавить одну чайную ложку сахара. Затем кладем наверх тарелку и ставим гнет. У меня это трехлитровая банка. В таком виде капуста будет стоять при комнатной температуре примерно 2-3 дня. Итак, приступим ко второму рецепту. Вот тут нам понадобятся листья капусты. К капусту добавляем морковь. Добавляем натертый хрен. Лавровый листочек. Для вкуса можно добавить перец горошком. Также я добавила немного тмина. И обязательно столовую ложку соли. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты. Эту капусту мять мы не будем. Нашу смесь овощей накрываем листьями капусты. Воды добавляйте так, чтобы капусту полностью покрыло. В таком виде наша капуста простоит 3 дня при комнатной температуре. Через 2 дня капусту попробуйте на вкус. Если кислота устраивает, можно отправить на хранение в прохладное место. Если нет, оставить еще на один день при комнатной температуре и добавить немножко сахара. Квашеную капусту с клюквой мы перекладываем в банку. Для удобства можно простерилизовать. Так она дольше сохранится. Закрываем плотно крышкой и храним в холодильнике. А вот капусточку с хреном мы сейчас заправим и будем кушать. Мне очень нравится подача капусты именно со сладким луком. Если у вас такого лука нет, берите обычный. Получится также очень вкусно. Я добавляю масло. Масло у меня домашнее, пахучее. Хорошенько все перемешиваю. И мы можем приступать к столу. Готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита!